Гибрид, с которого началась история в Беларуси зонтичного бренда Artesian компании Syngenta, гибрид всефеномен. Достаточно известный, популярный гибрид. Все основные преимущества Artesian, которые характерны для данных гибридов, то есть устойчивость к засухе, способность давать где-то плюс 15% по урожайности к стандартным гибридам именно в жестких условиях и высокая урожайность в благоприятных условиях. А также хорошее влагопотребление в начальный период вегетации. За счет этого корневая система развивается достаточно интенсивно. И впоследствии, в течение вегетации, за счет интенсивной развитой корневой системы, такое растение в меньшей степени страдает от засуха. Позиционируется данный гибрид как на зерно, так и на силос. Соответственно, как зубовидный гибрид мы не рекомендуем его загущать по нормам высева, которые характерны для кремнистой кукурузы. То есть на зерно это от 75 до 85 тысяч схожих семян на гектар и на силос не более 90 тысяч семян на гектар. Хорошо себя ощущает за счет своей холодостойкости на торфяно-болотных почвах, приспособлен в том числе для ранних сроков села. У него достаточно низкое расположение и медленный старт с точки роста. За счет этого, даже если имеются какие-то проблемы в мае месяце с пониженными температурами, которые ежегодно накрывают Республику Беларусь, от этого некоторые хозяйства вынуждены пересевать. В этом гибриде такая устойчивость к таким пониженным температурам присутствует. Хорошая облистненность 12-14 листьев, в початке до 700 зерен, 16-18 зерен в ряду. Гибрид достаточно адаптивен, может сеяться в широком диапазоне сроков села и убираться опять же может как на зерно, так и на силос. Потому что благодаря своей хорошей облистненности это всегда большой сбор листостебельной массы выше 600 центнеров. В Брестской области хозяйство получают на нем на отдельных участках до 770 центнеров с гектара. И на зерно больше 10 тонн опять же в условиях производства ежегодно, особенно в том числе на торфяно-болотных почвах Брестской области, мы такие цифры получали и не только в демо-опытах. Продолжение следует...